Дорогие братья и сестры, продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлых занятиях мы начали разбирать отрицаемые атрибуты Бога. Мы изначально поделили атрибуты Бога, имена Бога на утверждаемые и отрицаемые. Утверждаемыми атрибутами и именами были те атрибуты и имена, которые утверждаются в отношении Бога, которые наличествуют, присутствуют в Боге. Те имена и атрибуты, которыми Бог обладает. А отрицаемыми, естественно, наоборот, являются атрибуты и имена, которыми Бог не обладает, от которых Бог причист. Утверждаемые атрибуты — это прежде всего атрибуты совершенства, хотя и не только совершенства, но утверждаемые атрибуты мы уже разобрали. А отрицаемые атрибуты все до единого, без исключения, являются атрибутами недостатка, и именно поэтому отрицаются. Мы разбирали некоторые из отрицаемых атрибутов, и сегодня на этом занятии разберем некоторые другие отрицаемые атрибуты. Но необходимо помнить, что любой недостаток не присущ Богу. Бог причист от любых недостатков. Поэтому не обязательно озвучивать, нам не обязательно каждый отдельно взятый недостаток озвучивать их и разбирать. Мы, как и прежде, разбираем те атрибуты, в том числе и отрицаемые атрибуты, которые имеют какую-либо актуальность, относительно которых имеются разногласия, относительно которых имеются определенные заблуждения. Но этих атрибутов огромное множество, в том числе и отрицаемых. Поэтому необходимо иметь в виду изначально для самого себя, что любой недостаток не присущ Богу. Любой недостаток является отрицаемым атрибутом Бога, то есть атрибутом, который отрицает в отношении Бога, который не присущ Богу, от которого причист единый Бог. Итак, на прошлом занятии мы разобрали такой отрицаемый атрибут, как телесность. Мы говорили о том, что Бог не обладает телом. Богу не присуще тело. И определяя тело, мы сказали, что тело – это объемность. А объемность предполагает наличие трех измерений, то есть это высота или, если хотите, глубина – это ширина и длина. Ширина, длина и высота. Или же, если хотите, глубина. Эти три измерения являются необходимым следствием объемности. Все, что является объемным, обладает непременно этими тремя измерениями. И все, что обладает этими тремя измерениями, то есть является объемным, на самом деле является телом. Является телесным. Итак, это определение, это понятие телесности. И мы говорили о том, что это понятие предполагает нужду, предполагает ограниченность. Именно поэтому не присущ Богу. Бог самодостаточен, ни в чем не ограничен, безграничен и абсолютен. И, как следствие, бестелесен. И также упомянули о том, что ряд мусульман, группа мусульман, приписывает Богу тело. И это, прежде всего, хамболиты. Хамболиты, несмотря на то, что делятся на разные группы, все единогласны в том, что Бог телесен. Итак, отрицая телесность Бога, мы наряду с этим отрицаем, как следствие отрицания телесности, отрицаем множество других отрицаемых атрибутов. Например, время и пространство. Мы говорим о том, что Бог вне времени и пространства. Конечно же, время не является исключительной особенностью телесности. То есть не только тело находится во времени, но пространство является исключительной особенностью телесности. То есть то, что не обладает телом, то, что не является объемом, не нуждается в пространстве. В пространстве исключительно нуждается то, что является объемным. Поэтому, отрицая телесность, мы, как следствие, непременно должны отрицать и пространство, пространственность. И множество других особенностей, множество других атрибутов, как следствие отрицания телесности, сами по себе становятся отрицаемыми. Итак, говоря о времени и пространстве, необходимо, прежде всего, коснуться того, что из себя представляет время и пространство. Начнем со времени. Время — это измерение движения. Это измерение движения. Это мера движения. Например, имеется метр или дюймы, которыми мерят расстояние. То есть, метр или дюйм являются измерением расстояния. И точно так же время является измерением движения. Поэтому у каждой вещи, которая движется, которая находится в движении, в развитии, у каждой вещи есть свое исключительно свое собственное время. Своё исключительное время, свое особенное время. Но так как было бы человечеству удобнее измерять, то есть найти общую меру для всех, чтобы все могли ориентироваться общими ориентирами, мы, то есть человечество, взяли в качестве измерения, взяли меру движения Солнца и Земли. Хотя это время является исключительным временем для самого Солнца или же для самой Земли. Но мы хотели, чтобы было удобнее. Мы хотели ориентироваться общими какими-то ориентирами, чтобы каждый мог понять, что значит 12 часов, или что значит 14 часов, или 15 часов, или 15 минут с шестого и так далее. Чтобы каждый мог понять, о чем идет речь, мы взяли общую меру, общую меру и ориентировались движением Солнца и Земли. Таким образом, время — это мера движения. Другими словами, если быть точнее, если говорить более примерно, то, что не обладает движением, не обладает временем, то есть находится вне времени. Во времени находится все то, что движется. И все, что не движется, все, что не находится в движении, для него абсолютно всякий смысл теряет время. Потому что время является измерением, мерой движения. И после того, как мы разобрались в том, что из себя представляет время, давайте зададимся вопросом. Может ли Бог самодостаточный, может ли Бог, который является необходимым бытием, находиться во времени? Может ли Он быть подвергнутым времени? Конечно же нет, ни в коем случае. Почему? Потому что Бог является самодостаточным. Он необходимое бытие, необходимое сущее. То есть Он совершенное сущее, абсолютное совершенное сущее, ни в чем не нуждающееся. А движение — это особенность нуждающегося, потому что предполагает отсутствие чего-либо и приобретение этого чего-либо. Движения бывают двух видов. Или эволюционное движение, то есть движение в сторону развития, или же в сторону деградации. То есть, или же движение в сторону чего-то более совершенного, или же движение в сторону менее совершенного. И то, и другое движение в отношении Бога немыслимо. Конечно, можно представить себе и третье движение от равного к равному. То есть, здесь нет приобретения совершенного, нет потери чего-либо. То есть, движение от равного к равному. Эти три вида движения можно себе вообразить. Давайте каждый из этих видов движения разберем и посмотрим, может ли то или иное, то или иное разновидность движения быть отнесена к Богу. Итак, движение в сторону развития, в сторону совершенства, приобретение чего-либо. Это невозможно, потому что Бог является самодостаточным, ни в чем не нуждается, в совершенном, безграничном. И поэтому нет никакого смысла говорить о том, что Бог может теоретически что-либо приобрести. Поэтому движение в сторону совершенства в отношении Бога невозможно. Таким образом, это время в отношении Бога также, как следствие этого, невозможно. Потеря чего-либо. То есть, движение к менее совершенному. Это также невозможно, потому что Бог является необходимым. А то, что является необходимым, необходимое бытие необходимо со всех точек зрения. Необходимо во всем. Абсолютно. И поэтому то совершенство, которым обладает Бог, та безграничность, безграничное и абсолютное совершенство, которым обладает Бог, оно также необходимо, как и бытие Бога. Таким образом, и это движение невозможно в отношении Бога. И как следствие этого, этой аргументации невозможно и движение от равного к равному. Потому что движение предполагает изменение, а изменение предполагает возможность, то есть исключает необходимость. То есть, например, если Бог находится на совершенстве А, которое равно совершенству Б, но между ними есть какое-то отличие, то потеря совершенства А и приобретение совершенства Б означает, что совершенство А не было необходимым для Бога. А значит, Бог не был необходимым бытием, а был возможным бытием. А это полностью противоречит понятию Бога, потому что Бог — это необходимое бытие. Таким образом, также движение от равного к равному невозможно в отношении Бога. И это исключает, каждое из этих движений исключает божественность, исключает необходимость. Таким образом, время в отношении Бога просто-напросто невозможно, невозможно его вообразить, он вне времени. Что касается пространства, так как мы уже обсудили вопрос о том, что Бог не является телесным и объемным, а все, что не является телесным и объемным, не может находиться в каком-либо определенном времени, в каком-либо определенном пространстве, прошу прощения, в каком-либо определенном месте, Потому что то, что ограничено пространством, это объем, это тело. И помимо этого, конечно же, ограниченность пространством предполагает ограниченность. То есть предполагает ограниченность бытия, ограниченность существования. Что также неприемлемо в отношении Бога, который является безграничным совершенством. Безграничным, ни в чем не ограниченным, абсолютным бытием. Итак, на сегодняшнем занятии мы разобрали два отрицаемых атрибута. Это время и пространство. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.